всем привет привет сегодня у нас мукбанг после праздничный второй день после пасхи решили устроить семейный мукбанг папы нашего дома нет как обычно вчера хотела мукбанг записать как мы за праздничным столом сидели но что-то он как-то не захотел сниматься поэтому сегодня решили без него съемку произвести папа у нас не любит камеру ни в какую никак мы его не можем заставить ребята все ставим лайки подписывайся на канал да все ставим лайки и досматриваем ролик до конца да дима так ну по традиции скушаем яичко любое пусть берет любую любое бери вот я вот такое красивое яичко беру вчера мы позавчера накрасились наклейками яички сделали такая обычно они все битые обитые уже вот ухитрули подчеркались яйца так давай острым концом подожди я тогда тоже как и вы вложу яичко подставочками они были уже битые ну давай ага разворачивай теперь я тебя целые яичко ребята ага не честно все честно бери яичко мы то целые брали так где моя битая почище его скушаем ты тоже хочешь яичко дима у нас яйца особо не любит поэтому мы с владюши съедим по яичко доводишь сегодня у меня выходной завтра в день завтра в день и отпуск да две смены ребята осталось я иду вот так что доработать эти две сменки нормально и уйти в отпуск дима хлебушек бери хлебушек у нас серый всегда такой покупаю очень нравится нет все вот уже все яйца вы поразбивайте совсем не чокаться дима у нас чокается яйца не ест он почокается и битое яйцо ложит тарелочку с другим чокается и тоже битая яичко ложит тарелку он не любит яйца в день пасхи один раз заставила с утра кое-как яичко съесть это желток он не ел только белок сегодня у нас на улице утра была пасмурно теперь что-то дождик идет был дождик сейчас вроде не идет уже нету сегодня у нас домашние сидела стираемся убираемся уроки дима у нас уроки сделал за полчаса все быстро сегодня просто мало что-то задавали карточек было четыре штуки у нас сегодня было два урока дистанционное обучение я был на русском и на математике я в математике второй русский был и мне хотя бы легче а я что-то не слышала как скайп тебе сегодня звонил так я аж телефон у тебя в 7.30 где-то не в 7 я встал в 6.30 ну че так рано ну типа завел ну как всегда у меня такое я завожу будильник уже точно встану и встаю я при этом раньше без будильника до будильника до будильника угу она тоже зачастую раньше была вот это обычно спит до часа до часа он никогда не спит когда не спал когда не спали часа я до 11 или как снегу может быть засуну спать да до часа точно не смогли до часа точно не смогли до часа точно не смогли а я сегодня вот Валюша уроки на своих уроках был а я опять как уснула и проснулась вот у десятого встала вот это я сегодня поспала ну че вчера пришла с ночи опять же таки естественно праздник какой там спать конечно же не спала если ты здесь максимум ты встал ты ты ну да с окрошки уже всю зелень скушали уже без зелень окрошка ну да она же есть встал Обычно не добавляю. Я обычную редиску тоже не ела. Да, Дима редиску у нас никогда не любил. Ну, он ее вообще никогда не пробовал в городе. Пробовал. Я же сказал. У нас просто Дима не все ест. Точнее, положил не стук. А этот что-то редиску вчера порезал на стол. Когда мы шашлыки пожарили, редиску порезала. Вся, в улет ушла. Дима ел, да, Дима? А что, весьма? Хочется уже чего-то свежего, овощей, фруктов. Я уже помидоров хочу. Зелени. Тоже говорила, что вот бы я бы сейчас съела помидорку с огорода, с бабиного огорода, с грядочки. Бабушка, привет. Дедушка, привет. Привет, привет всем. Большой вам привет передаем. Знаем, что вы нас смотрите. Большой вам привет. Вот я говорю, хочется прям с бабиного огорода помидорку прям с грядки съесть, об халат вытереть и скушать, не мыть даже. Как представлю, просто этот вкус домашних помидор, аромат. Очень вкусно. Очень вкусно вообще. Даже и мыть не надо. Помню, мы ели где-то, почти все с огорода. Я летом поеду к бабушке с дедушкой, буду им огород поливать, дедушке помогать буду. А я все помню, дороги. Если не приеду, они без меня не устраиваются. А я все помню, дороги съемки. Огород будем с демоном поливать у баб, да? И у огурцем все. У демоном поливать у баба. Да, он мне помогал. Он там цветочки поливал и яблоки, и яблони вроде. Что ты поливал? Да, яблоки. Как вкусно яблони? Еще сливы. Там, где папа, деда, вот это, вот это его штука, как это разощряет, вот это, это, это. Дим, нормально, скажи, где это? Сливы рядом с душем. Яблони. Яблони рядом с душем. Нет, яблони напротив, маленькая, кустик маленький. Яблони напротив светиного окна. Нет, там против моего. И цветы напротив вирагу. Цветы я знаю. Напротив моего. Ну, там, можно сказать. Как дети у бабушки на лето, у каждого своя территория поливать. С лета поливала огурцы, свеклу и там картошку. Я поливал, или помидоры, а не картошку. Я еще тебе помогал, помнила. Я поливал два, два ряда, маленькие помидорки и большие помидоры. Еще я поливал там за шинами тракта, вот эти как. За ними там были тыквы или кто, дыми. Кабачки, наверное. Да, ну, кабачки. И еще я помогал огурцы, свеклу. А еще сливу, кстати, за этими шинами помнила. Слива вообще была очень вкусная. А у нас слива растала. Не, мы что-то ели там вкусная. Один год была там слива. Несколько штук. А она вообще не вымутся. Ты ее просто не успел увидеть. Ее там было мало. Кто знает, попробовал. Не, я что-то ел там вкусное, очень мне понравилось. А, вишню. Мы ее так быстро ели, типа, что она уже все в комчах. Я вот точно у деда сливу успела попробовать. Я еще, кстати, вишню поливал. Угу. Мы обои поливали. Вот так вот. Мы тоже с детства помним, всю жизнь поливала. Оборот. Только маленькие помидорки поливаешь с ведерка майонезного маленького. А в этом году не знаю, когда теперь откроются границы. Надеюсь, что что-то откроется. Я от бабушки хочу. Я тоже. Когда теперь они откроются? Если сейчас у нас закрыли до 30 апреля. Я, кстати, в Казахстане только исключаю, нет? Конечно, везде сейчас. Все закрыто, везде это, зараза. Расползать по всему миру. Я все. Сейчас руки расползну. Руки расползну. Всем пока, друзья.